народ задолбали рабочие будни проверенный экшен war thunder после обновления стал еще круче и еще реалистичнее вы посмотрите какая детализация афигеть каждую травинку видно круто вообще war thunder это самый крутой и реалистичный военный экшен это сотни единиц техники причем не только танков но и самолетов от хлипких бипланов до огромных загруженных взрывчаткой бомбардировщиков здесь все по-взрослому ты можешь сбить самолет попаданием из главной пушки проломить мост под машиной противника только в war thunder есть уникальная рингеновская модель которая во всем деталях покажет клабанул боекомплект никаких полосок здоровья и так далее все как жизни короче решают только прямые руки играть и скачать war thunder можно кстати абсолютно бесплатно а ссылочка находится в описании по ссылочке в описании находятся ценные бонусы подключайся не тупи привет друзья с вами акер механик сегодня хочу высказать свое мнение по поводу помывки автолюбитель с двигателя и моторного отсека стоит ли этим заниматься и какие опасности для вас несет данная процедура неспроста мойки своим перечный услуг говорят что не несут ответственности в дальнейшем за исправность узлов и компонентов объясню почему почему я лично против этой процедуры и что вас реально ждет вот мы имеем моторный отсек да все современные автомобили имеют большое количество различные автопроводки это провода к форсункам к свечам на дизельном двигателе различные датчики и так далее и тому подобное но главная опасность кроется вот в этих вот моментах смотрите вот здесь вот есть вот такие вот гофры которые отходят от проводов уходят вниз моторного отсека вот как правило двигатель моют вот этой же химией что и моют кузов автомобиля вот она очень агрессивная все вот эти гофры они разрезные туда в процессе эксплуатации автомобиля попадает пыль грязь дороги она там достаточно хорошо скапливается но там сухо но когда вы начинаете мыть автомобиль это химия вместе с влагой попадает в эти гофры и там она начинает процесс разрушения оплетки провод проводки смешивается с этой грязью которая есть в этих гофрах это не раз проверено и где-то через год вот может быть два все зависит от климата в котором вы проживаете используйте автомобиль чем влажнее то у вас постепенно начнутся проблемы с проводкой с пропаданием контактов и так далее и тому подобное вот смотрите вот например вот контакт дроссельные заслонки да вот он в гофре да туда естественно попадет вода вот вместе с химией или попадет в контакт здесь все заглушено естественно на конце штекера да есть то есть резиновое уплотнение да вот но она туда попадает и обычно зацветает внутри штекера и начинаются проблемы с дроссельной заслонкой чтобы это все проверить потом и понять штекер это виноват проводка это виновата или дроссельная заслонка вышла из строя вы достаточно много денег заплатить за это диагност потому что любой диагност очень любит такие неисправности можете кстати посмотреть видео на моем канале как у меня просто из одного где-то на отрезки где-то полтора метра перегнившего провода просто заглох двигателя больше не завелся я мою двигатель да вообще завода моторном отсеке производитель кто не знает все компоненты начиная вот стенки провода опрыскивает специальным водоотталкивающим составом кто не знает вот то есть на различных вот шлангах трубопроводов и так далее он со временем немножко костенеет и становится желтыватым и многие думают что это грязь по правде это не грязь это такая вот защитная пленка консервация которая наносится на заводе вот чтобы там не происходил процесс окисления и коррозии да такое потому что даже алюминий все равно у него процесс окисления идет вот чтобы этого не было на заводе но есть специальный состав когда вы помоете двигатель вы всю эту пленочку смоете и у вас просто мигом буквально за год под капотом пойдут пойдет все белыми пятнами это происходит именно от этого вот правило заново все это это грубо говоря этот защитный состав никто не наносит вот что еще может у вас быть вот при мойке двигателя естественно всегда умные люди продувают все наиболее важные места но самое главное что двигатель нужно мыть обязательно только на холодную никогда не мойте на горячую нужно ждать очень долго пока двигатель достигнет ну хотя бы температуры там не больше 30 40 градусов иначе вы получите эффект паровой бани эффект паровой бани это когда куда-то попадает влага слабое место и у вас возникает процесс очень быстрый под воздействием электричества разрушение электрического компонента вот найти как правило этот обрыв очень сложно и ну на сервисах это делается только методом замещения вы можете попасть так как на косу проводки либо кидать дублер питание может и быть а под нагрузкой не быть то есть неисправности такие после перегнивания проводки диагностируется очень тяжело и очень сложно так что имейте ввиду вот собственно о чем хотел вам сегодня рассказать то есть не занимайтесь такой ненужной процедуры исправный двигатель он всегда в принципе чистым скорее пыльный если уж вы хотите вообще чтобы он у вас был чистенький до купите баллончика аэрозоля обезжиривателя вот какой используется в принципе на автосервисах всеми механиками вот они правда у них 20 литровых канистров не аэрозоль а просто жидкий и и после любых ремонтных работ по в принципе по нормам всегда деталь зачищается вот этим обезжиривателем для деталей он безопасен для электропроводки безопасен для пластика для компонентов и просто брызгать побрызгать и его аэрозолем и он моментально все он тут очистит испарится что лишнее все стечет в поддон на крышку либо на землю так что вот так с вами был актер механик всем спасибо и пока